Окончание спецоперации на Украине. Стоит начинать новую в Польше? Это уж как получится. Если они позволят, точнее не то, что позволят, если они дадут повод, то, соответственно, если не будут пакости, нападки, разумеется, мы мирное государство, а наш бронеповедь стоит на запасе. Мы защищаемся, правильно? Да, мы исключительно защищаемся. Нам чужой земли не надо, ну и пяди своей не обладим. А что, она нам вредит, Польша ведь, да? Это Молдова, Молдову нам, и румыны, а причем и Польша, ну Польша тоже говно. Мой папа еще говорил, они во время войны, он прошел всю войну, он говорил, что хохлы, полицаи, западная Украина вся буквально, ну и поляки, и националисты, вот и все. Ну то есть нацистов там много все? Да. Ну поэтому, наверное, надо проводить там тоже, да? Там надо их всех ух***ить. Хохлов до последних, и детей ух***ить. Это гниль, ее надо ух***ить. Все население? Все население. А Польшу куда, присоединить к России? А ее тоже ух***ить. А украинцев всех, вплоть до младенцев, всех, уничтожить. Это гниль, она распространилась, она уже, теперь нас не любят они. Они не любят. И скотинь нам ни брать, ни сестры. Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя, пока мы не покончим со всеми нацистами. А как считаете, вот на данный момент в Польше много нацистов? Думаю, что да. Получается, Украина враги, Польша враги, прибалты враги. Это самые на первейшие наши враги. Ну вот, как считаете, нужно прям военную компанию какую-то туда проводить, или все-таки дипломатическими методами? Ну, если можно будет с дипломатическим, что я очень сомневаюсь, они слишком против нас настроены. Переговоры с ними никакие не получаются. А вот как считаете, как так получилось, что вот там так много нацистов, вот в Прибалтике, в Польше? А я думаю, что вот это вот, получается, что мы их упустили после отечественной. Прошло уже два поколения. Они уже воспитаны совершенно по-другому. У них была другая идеология, другие цели, другие задачи. Я была на Украине, наверное, где-то в 90-х годах. Уже тогда они практически все были в сектах. То есть уже православие уже припиралось. Они больше предпочитали секты. Это уже в те годы. Вот дальше назревало, дальше и больше. Вот к чему мы и пришли. Как считаете, нужно нам начинать спецоперацию в Польше после Украины? Да. Почему? Потому что если проблема есть, ее надо решать до конца. А не оставлять ее в подверженном состоянии. Ну вот, а в Польше тут... Есть Львовская область, которая была всегда спорной территорией. И тут то, как решить. Либо она перейдет в Польшу, либо санкция. Это уже вопрос такой. То есть я считаю, что Украина как государство не смогла стать именно государством. Если действительно развивается новый нацизм, мне кажется, общество Европы может вполне это заметить. То есть не нужно участие в этом России какое-то? Оно понадобится в любом случае, но вопрос, насколько сильный. Ну это уже их проблемы. Пусть местное население и борется с ними. А у нас своих проблем достаточно. У нас даже своих в России достаточно еще подобные публики. Но в Польше нет, в Прибалтике, да. А почему в Прибалтике? Ну потому что это явно никому не нужная территория. А Польша? Польша слишком крупная. Если посмотреть на поведение поляков, они вот исключительно все ради выгоды делают. Вы обратите внимание, что несмотря на их официальную русофобию, они одни из тех стран, которые не перестали поставлять товары. А наоборот нарасти их количество. Я думаю, что у них вся политика исключительно, но с точки зрения выгоды оценивается. В отличие от, скажем, той же Франции и Германии, где для них именно идеология важна. Поляков давно надо разгромить, чтобы не рыпались. Почему? Да они на нас и во время Второй мировой рыпались все. Все хотели. Отжать. Нифига им отжимать. Я считаю, что и поляков надо нафиг разгромить. И нас терпеть не могут поляки. Они нас ненавидят. Ненавидят давно. А вы были сами в Польше? Да, но я была, когда мне было лет пять или четыре даже. Я маленькая была. Ну уже тогда, да, было уже, чувствовалось это напряжение? Ну мне тогда было, честно сказать, от такого возраста. Да, лампочки? Я и не понимала. Но они нас не любят. Ну да почему они именно русских не любят? Из-за чего так сложилось? Почему Украина нас не так возненавидела, когда воевали вместе? И всю жизнь с СССР вместе, все страны. А вот тут они нас резко возненавидели. Вон Чучня на нас рыпнулась. Все. Теперь сидит, жопку прижал. Вот и все. Ну а то вы чем объясняете? Такое изменение отношений. Вот все-таки воевали. Мы самостоятельности захотели. Хорошо они назанимали у Америкосов денег. А чем они давать будут? Зеленского им отдадут? Зачем? Он им нужен. Это больше всего, мне кажется, это нужно Америке. Это Америка права качает, а все остальные подчиняются. В Европе это невыгодно с нами в контракт быть. Потому что они сами ни туризма, ни экспорта, ни импорта. Вот санкции по экспорту из Европы в бюлеты. Так они вообще, на чем они будут сидеть? Мы-то Россия, мы выживем, у нас все свое есть. А они на чем? Италия, на чем? На своих оливках будут жить? Спасибо.